Александра Филипповна Новикова окончила школу в 1941 году. Отличник народного просвещения РСФСР больше полувека. Она посвятила воспитанию подрастающего поколения, прививала школьникам любовь к географии. В гостях у ветерана педагогического труда побывал Богдан Колесников. Александра Новикова родилась в Тамбовской губернии. В начале 30-х годов ее семья переехала в Люберцы. Тогда центр города выглядел совсем иначе. Стояли только частные домики, и каждый домик отвечал за прилегающий участок. Ни окурков, ни бумажек. В 1941-м Александра окончила шестую школу. Свой выпускной вечер запомнила на всю жизнь. Мы праздновали, радовались и не думали, что это последний день старой жизни. Мы вышли из школы и думали, как обычная каникулы, мы пошли домой. А до утра уже объявили войну. Тот день, 22 июня, в судьбе Александры Филипповны оставил особенный след. Мне запомнился он и плохим, и хорошим. Плохим тоже объявили войну. А хорошим, потому что залетел мяч к нам в огород, и я его выбросила. Вышла, и там находился вот этот Валентин. И мы познакомились. 7 ноября 1941 года Валентин участвовал в военном параде на Красной площади. Оттуда на фронт. Александра работала на лесоповале, трудилась на заводе Ухтомского в Люберцах. На коляске подвозили мины нарезные. Надо было их снять, на них проделать углубление. Машинка делала. И опять повесить. И вот эти нарезные мины снимали всю кожу. После войны Валентина и Александра расписались и прожили вместе 60 лет. Александра Филипповна окончила институт и почти 50 лет преподавала географию. Педагогическую династию в семье продолжили племянница Татьяна Маренкова и ее дочь Ирина. Обе работают в 4-м лицее. Об Александре Новиковой, которая тут преподавала, вспоминают часто. Дети ее обожали. Она была очень остранный язык и очень замечательно шутила. Если ребенок, выбегая из класса, кричал «географичка идет», входя в класс, Александра Филипповна говорила не «географичка», а «географиня». А когда она проводила первый урок, она всегда представлялась. Александра Филипповна. Филиппинские острова 2П. Свой возраст Александра Филипповна не скрывает. 98. И сейчас у нее только одно желание – чтобы война никогда не повторилась. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.